Ангар общей площадью 700 квадратных метров одиноко простаивал здесь в районе ПМК-9, но уже этой зимой в него вдохнут новую жизнь и помещение заполнится голосами, смехом и шумом колес. Именно здесь появится новый крытый скейт-парк, который так давно просили новоуренгойские скейтеры. Глава города Андрей Воронов вновь посетил выбранное для скейт-парка здание, чтобы проверить, как идут ремонтные работы. Их начали еще в сентябре этого года и уже видны изменения. Строители полностью убрали старые полы и демонтировали пластиковые перегородки, которые остались тут со времен, когда в Большом зале находился рынок. Очень хочется, чтобы совместно с городскими предприятиями к декабрю хотя бы часть, основную часть этого парка уже запустить в эксплуатацию. Губернатор эту идею поддержал, нам выделены деньги, но процедурные мероприятия у нас все долго затянутся, поэтому первым этапом мы договорились, что сделаем это на своем, так скажем, энтузиазме. Именно поэтому заняться заливкой полов градоначальник попросил компанию «Уринго и Дорстрой». Чтобы основание было качественным, необходимо уложить песок, щебень и бетон. Однако предстоит решить, как внести в здание необходимое оборудование. Если мы песком сейчас уплотнимся здесь, пескоцементную подготовку вы на себя возьмете и все. Следующий этап – арматура и бетон. Я вам сказал, керамзит не убирать, чтобы он так и служил в утеплении. Если все-таки, ну, посмотрите. Здесь же такой нагрузки никакой сильно не будет, только вот обычные эти скейты. Ну, они, да, прыгайте, вот это все. А пока взрослые решают, как быстрее и качественнее сделать скейт-парк, ребята ловят последние сухие денечки осени. Снег в этом году задержался, и у скейтеров появилась возможность продлить тренировки. Андрей и Сергей – друзья по скейту. Именно этот предмет год назад познакомил их на площадке «Виадук». В свои 13 лет мечтают освоить скейтбординг на 5 с плюсом. А для этого, конечно, останавливать тренировки не рекомендуется. В апреле где-то, в начале, вот как только все тает, подтаивает, мы ищем свободные кусочки и начинаем просто на них кататься. А заканчивается, ну, где-то в середине октября. Нужен ли новому уренгойскому? Конечно, нужно. Мы будем привлекать этим больше людей кататься, будем развивать нашу уренгойскую движуху, будем сами прогрессировать, выступать на соревнованиях, будем представлять наш город на соревнованиях. Достойные высокие цели и перерывы в тренировках длиною в полярную зиму теперь делать не придется. Юлия Шаркова, Богдан Жиделев, Николай Александров, информационное агентство «Импульс Севера».